Работники кабельной компании «Видикон» не могут получить доступ в многоквартирные дома на улице Великаново, это в московском микрорайоне, уже больше недели. По словам инженеров рязанского провайдера, в начале августа во время проведения работ на крышах, кровельщики повредили оптоволоконный кабель. Без сигнала, а значит без интернета и телевидения, остались жители более 10 домов. Не сами горе-мастера, не работники ЖЭО, которые должны были следить за работами, разумеется, палец о палец не ударили, чтобы принять меры к восстановлению линий. Кабельщики не требуют дополнительных выплат, вернули жителям интернет и телевидение. Нам понадобился доступ на кровлю крыши Великаново 16 корпус 3. Ребята наши обратились в ЖЭО номер 9, где им отказали в доступе, то есть не дали им ключи. Руководство их не сослалось на какие-то договорные отношения и финансовые затруднения. После чего было принято просто решение по временной схеме восстановить этот кабель, чтобы люди хотя бы не страдали. Продокс в том, что руководство ЖЭО номер 9, в чем ведение как раз и находятся дома на улице Великаново, отказывается пускать их на крыши. Для обычного человека это даже звучит абсурдно. Мастера пришли бесплатно исправлять чужую халатность, а им не дают допуска на место ремонта. Проблема существует в том, что руководство данного ЖЭО просто взяло на себя какие-то непонятные функции о взымании финансов. То есть они оперируют тем, что мы им какие-то деньги не платим за электроэнергию, еще за что-то. Ну, переговоры ведутся, но очень тяжело. То есть ЖЭО не идет навстречу ни на какие условия, то есть они ставят свои условия и все, больше ничего. То есть только по ихним условиям надо работать. Дело в том, что ЖЭО часто ведут себя в подведомственных домах, как старинные разбойники на лесной дороге. То есть хочешь получить доступ, платим сду, вымогают взятки прямо или пытаются навязать договоры с несусветными суммами. Это обычная практика в системе нашего ЖКХ. Причем порой, по словам связистов, дело доходит до откровенного шантажа под угрозой демонтажа оборудования. Это будет уже не что иное, как диверсия. Однако делягам от ЖКХ на законы чувствуется наплевать. Разумеется, речь идет о набивании кармана отдельных начальников. Про интересы обитателей дома никто из деятелей жилищной конторы и не вспоминает. Жильцам в этом случае приходится обращаться к юристам. Здесь нужно требования предъявлять той организации, которая с вас берет деньги за содержание жилья. У многих, к сожалению, нет письменных договоров на оказание коммунальных услуг и услуг по содержанию многоквартирного дома. А там четко прописано, если этот договор внимательно почитать, у кого он имеется на руках, что ответственность за содержание, за все коммуникации многоквартирного дома, а кабели как раз и относятся к многоквартирному дому, несет организация, которая в целом отвечает за безопасность работ, качество работ и так далее. Поэтому в письменном виде вы должны предъявить требования организации, которые вы платите, для того, чтобы попросить возместить ущерб, связанный с повреждением ваших кабелей. Или восстановить за счет той организации, которая не следила за безопасностью, за качеством работы. На практике известно, когда дело начнет попахивать судом, зарвавшееся коммунальное начальство пойдет на попятный. Это для жильцов, похоже, единственный путь к справедливости. И еще в качестве напоминания Хапугам, вымогательство и порча оборудования – это уголовно наказуемые деяния. А в недлинной пока истории ЖЭО номер 9 уже была ситуация с мошенничеством и подставными лицами 3 года назад. Но это другая история, которую, может быть, придется освежить в памяти местных коммунальщиков.